Спасение от лихорадки Эбола может перейти из России. Ученые из соседнего государства сообщили, что разработали вакцину против этого заболевания. Ее эффективность уже доказана на животных, однако препарат еще требует клинических испытаний. Между тем, к возможности проникновения опасного вируса готовится и в Казахстане. Какие меры предпринимают отечественные медики и может ли экзотическая болезнь помешать планам казахстанских туристов, выяснял Тимур Ермашев. Эбола шагает по планете. Начав свою смертоносную эстафету в феврале этого года в Гвинеи, вирус перекинулся на соседние страны Западной и Центральной Африки. Отдельные случаи заражения лихорадкой зафиксированы уже в США и Европе. Пытаясь уберечь себя от опасности, некоторые страны идут на радикальные меры, а именно закрывают въезд для иностранцев, прибывших из охваченных эпидемий регионов. Или мы остановим Эболу или столкнемся с совершенно беспрецедентной ситуацией, для которой у нас даже нет плана действий. Уже к первому декабря можно ожидать до 10 тысяч новых случаев Эболы в неделю. На данный момент уровень смертности от вируса Эбола составляет от 50 до 90%. Вирус передается при прямом контакте с кровью или другими выделениями организма инфицированного человека или животного. Люди, подхватившие инфекцию, ощущают мышечную и головную боль, боль в горле. У инфицированных поднимается температура, позже проявляется тошнота, расстройство желудка, нарушаются функции печени и почек. Учитывая скорость распространения заболевания, к встрече с ним начали готовиться и в Казахстане. Мониторинг проводится за всеми лицами, которые прибыли из неблака полученных стран. У нас прям списки предоставляются, поэтому за ними потом передаем медорганизации, чтобы устанавливались меднаблюдения. Затем для медработников, для наших работников разработан алгоритм мероприятий для раннего выявления. Серьезную озабоченность бушующей в мире эпидемии начали проявлять и туристические фирмы. Особенно если учитывать, что в этот период традиционно популярны направления в Египет и Арабские Эмираты. Страны, которые находятся в непосредственной близости от очагов распространения Эболы. Впрочем, там пока что случаев появления опасного заболевания не выявлено. Конечно, в первую очередь мы сами анализируем ситуацию в тех странах, куда мы отправляем наших туристов. И в случае возникновения хоть какой-то малой угрозы для здоровья и жизни наших клиентов, мы, конечно же, информируем наших клиентов об этом и стараемся в эти страны их не отправлять. Итак, почему же человечество так до сих пор и не получило вакцины от лихорадки Эбола? Ответ на этот вопрос может показаться весьма циничным. За все эти годы ни одна фармкомпания не захотела вкладывать деньги в разработку лекарства из-за ограниченного рынка сбыта. Дело в том, что за первые 36 лет вирус поразил только 2200 человек. И вот за каких-то два года количество заболевших превысило 9000 и число инфицированных удваивается каждые 4 месяца. Тимур Ермашев, Боржан Нарамбетов, Информбюро, 31 канал.